здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике как всегда по пятницам 18 00 эзотерика с андреем дуйко с которым как известно жить легко итак сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы хочу сразу вам сказать уважаемые друзья я хочу вам сказать что я к радости моей не обязан отвечать на вопросы также случае если вы пишете ответьте почему мы меня не видите то я хочу вам сказать что вы не должны это описать так как я не обязан это делать поэтому случае если я игнорирую этот вопрос это ничего не значит и может быть несложно его просмотреть или это связано с тем что на это уходит очень большое количество времени у одного судьба она длинная у другого более короткая с кого-то легко снимать информации с кого-то сложно поэтому уж вот так бывает поэтому иногда есть настроение чтобы кого-то просмотреть у кого-то нет кто-то вообще левые и так далее кто-то хочет просто чтобы ему погадали также я очень часто не даю информацию и не предсказываю судьбу тем людям у которых нет имени то есть я не вижу ваше имя или там имя называется кука марука или юзер 3541 не вижу ваши фотографии но и мне сложно потому что мне нужно сначала подключиться к вам после этого как бы узнать или подождать когда придет информация если там как будет дочка то мне через вас без фотографий нужно к дочке это большой трата энергии я этим заниматься не хочу ну что наталья 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 здрасте учитель скажите пожалуйста почему при общении с некоторыми людьми нападает зевота даже по телефону и на огромном расстоянии когда у человека появляется зевота то этого человека либо повышается давление либо снижается в случае если у человека который находится с вами энергетический вы с ними общаетесь и он по отношению к вам испытывает страх то у вас может быть зевота а также если у вас есть страх то у вас может появляться зевота таким образом страх который возникает у людей которые находятся с вами объединяясь в один энергетический в одну энергетическую внешнюю ауру приводит к тому что человек зевает как это выглядит обычно это выглядит так человек испытывает страх и сжимается его аура тоже сжимается это повышает общее артериальное давление из-за этого зевания и второе вы его вдохновили этого человека он вдохновился и у него расширилась аура то есть он к вам настолько хорошо отнесся очень вас любит хорошо к вам относится и так далее его аура расширилась она расширила вместе за собой вашу ауру у вас появился как бы энергетический вакуум и вы тоже зеваете в первом и во втором случае в этом ничего страшного нет не стоит бояться таких состояний таких ощущений также стоит всегда разделять такие ощущения с тем что на самом деле с вами происходит возможно это во время общения вы устали и истощились психически и это приводит вас к тому что у вас появляется зевание так как либо снизилась давление либо повысилась истощение может быть психическое невротическое общая к не не тивно и поэтому хочу выпейте теплый чай с сахаром попробуйте отдохнуть это такое бывает очень часто когда человек только начинает общаться с людьми если это на повышенных тонах выяснения отношений много приходится думать или приходится переживать то это всегда истощает нервную систему из-за этого и появляется потом вот такие вторичные состояния выделяется адреналин выделяется норадреналин если приходится думать адреналин вместе с норадреналином если приходится думать и переживать это все потом может поднимать давление не напрасно существуют препараты от гипертонита от гипертонии это препараты захвата адреноблокаторов вернее адреноблокаторы которые захватывают и аннулируют деятельность адреналина и норадреналина как раз они и связаны с тем чтобы человеку было лучше видно меня вообще установили здесь молодцы какие же молодцы всем здрасте когда я стану тещей бабушкой пожалуйста скажите течение 3-5 лет андрей андреевич не ругайтесь пожалуйста могу не помнить формат вопросов на который вы отвечает может ли получиться у нас что-то с человеком который мне не мне очень нравится нет андрей ну хотите чтобы сегодня был гадалкой пожалуйста не забывайте в случае если я вам погадал и ваш вопрос и ответил вам на вопрос там есть кнопочка она называется поблагодарить дуйко в описании к данному видео поэтому перейдите нажмите и меня отблагодарить вы же гадалки ходите платите здрасте андрей спасибо за новую жизнь когда я перееду в свою собственную квартиру когда получу недвижимость 2 вопроса собственную квартиру не переедете в этом и в следующем году возможно аж концу года ленивый огород людмила здрасте андрей андреевич большое приятно видеть слышать пускай будет часть а когда не будет на территории украины русских войск тогда для меня будет часть а пусть это закончится и я буду счастливым человеком пускай уходят ведь з украины як там андрей данилко спеваем москальный красивый ванюша зи святом вас с вашего дозволу хочу задать и питание чего и да у меня сбуду ваты спиль на майбутнесть человеком которая зараз кохаю дякую скорейше за все алена шеина добрый день дорогой учитель андрей андрич вас и ваш семью с праздником ивана купола благопоручия здоровья благополучия процветания вашей школе ивана купола это такой уникальный праздник он мне очень нравится на самом деле чем он интересен я в том что есть ряд обрядов которые очень хорошо принято проводить на ивана куполы или на этот праздник что это за обряды и так те обряды которые мы уже знаем прыжки через костер люди собираются вокруг костра прыгают через него что обозначает обозначает символистические обновления очищения и так далее это один из способов избавиться от абортов или вот от вот этих духов но есть и минус лучше если прыгать то у человека может сжечься будущая судьба или будущие нити судьбы то есть не всегда это хорошо то есть после прыжков через костер может быть не лучше а хуже то есть если бы если вы не женаты не замужем вот я бы не советовал прыгать через костер а если у вас есть отношении были аборты ну никак никто там не может посвататься вот тогда через костер прыгать можно я не я я на самом деле противник прыгания через костер но это такое дело как хочется людям венок на воду помните дам женщины плетут венки из цветов и трав а затем отдают их воде чтобы это принесло удачу и здоровья когда пускают такой веночек то говорят счастье желаю но обычно это посвящается все обычно это посвящается все здоровью то есть когда человек пускает венок он должен сказать я желаю себе здоровья или я желаю там здоровья тому-то тому-то потому что река жизни это здоровье венок это обозначает расцвет и цвет то есть пожелание какого-то часть купания в реке или озере Это второй день будет практиковать моя жена. Люди купаются в святой воде, но перед этим ее должен кто-то посвятить, чтобы омыться от грехов и принести себе счастье и долголетие. Точно буду купаться. То-то я смотрю, вчера вечером купалась моя теща и моя жена, и также помолодели за один день. Все, сегодня решено, буду купаться. У нас в Украине два дня идет дождь. И поэтому вот лично у нас обязательно к вечеру появляется дождь, и так сильно начинает течь. Вчера мы после дождя пошли, искупались на озере. Конечно, потрясающее ощущение. Сейчас в это время происходит сбор целебных трав. То есть сейчас коровяк цветет. Сейчас, как же ее, эта желтая арника. Сейчас очень много есть растений, которые именно в это время или в этот период собирают. Какие самые удачные, которые я могу посоветовать? Первое, это листья ивы. Они лечат заболевания все абсолютно пониженной секреции, повышенной секреции, заболевания желудочно-кишечного тракта. От гастроэзофагиального рефлюкса до неспецифического язвенного колита и гастрита. То есть холецистит, холецистопанкреатит, панкреатит и так далее. Все это лечится листьями ивы, которые собирают именно вот сегодня, завтра, послезавтра. Они сейчас прямо такие, как будто на них есть масло. Также сейчас собирают гинкобелоба, кто не знает. Ну и так далее. Ну продолжим. Плетение венков и веночков. С этим понятно, на голову одевают. Девушки и женщины плетут венки из цветков, растения, которые носят на голове. В течение праздника веночки также вешают на двери домов для защиты от злых духов. Пройдет. Пляски и круговые хороводы. Я вообще люблю пляски и круговые хороводы вокруг костра. Во-первых, костер обозначает потенциал жизни, обозначает энергию агнии, обозначает рост, молодость, потенциал, желание, развитие, много чего. Именно поэтому, когда человек хороводом вокруг костра, то это хороший такой обряд. Мне нравится, я за. Зажигание обычно производят где-то на вершине каких-нибудь холмов, так, чтобы весь мир осветился и люди знали, что жизнь продолжается, что солнце светит. Это такой прекрасный праздник. Расплетение гирлянд. Женщины плетут гирлянды из цветовой травы, затем развешивают их по деревьям, кустам, чтобы привлечь благоприятные силы. Такое в тибетской магии используется. Помните, хаймарин. Прыжки через ручей. Люди прыгают через ручей или небольшую реку, предполагая, что это принесет им удачи и здоровья на следующий год. Так и есть. Любое прыгание через ручей с любым пожеланием, это, помните, практика, когда река времени, когда ты открываешь для себя новую жизнь и ты переступаешь или прыгаешь в это место. Да, такое есть, широко используется, в том числе во всевозможных эзотерийских традициях. Ну, такие деревенские считаются обряды. Распивание колядок, загадывание желаний. Люди ходят по домам, поют колядки, желают счастья и процветания хозяевам. Также в этот день принято загадывать желания, сбрасывать их в реку или озеро, надеяться, что они сбудутся. Не уверен. Я не уверен, что если пожелание утопить, то оно сбудется. Не уверен. Ну, а там как придется. Я могу сказать свое мнение. Если прыгать через костер, то теряется много психической энергии. Если прыгать через костер за руку и руки разойдутся, то с таким человеком никогда не будете общаться. Хотите разойтись с человеком и больше никогда с ним не встречаться, когда будете прыгать с ним через костер, вырвите свою руку, после этого на 100% разойдетесь и так далее. Если смотреть на воду очень долго или в море, появляется ясновидение у человека, но такие энергии, как океан, море, они способны забирать энергию. Единственное время, когда энергия океаном или морем отдается, это время с 11 часа ночи до часа ночи. Тогда океан может отдать энергию. Что это за энергия? Это энергия реки жизни, которая может благословить человека на длительную жизнь и так далее. Таким образом, вот это все работает. Дальше. Добрый день, дорогой учитель. Доброго вечера, дорогие Андрею Андреевичу. Тепло и радость. На душу от встречи с вами. Хай счастлив. И мне помню тот час, когда вы приходили до меня в офис с донькой и с мужем. Я это помню. Я очень часто говорю такие слова. Женщины вот очень часто говорят, не могу выйти замуж, что мне делать и так далее. Я могу сказать, что мужчина на протяжении своей жизни заряжен на то, чтобы всегда говорить «да». А женщина заряжена в своей жизни на то, чтобы всегда говорить «нет». И для того, чтобы выйти замуж, женщина на какое-то время должна чаще говорить «да», а мужчина на какое-то время должен чаще говорить «нет». Вот если мужчина научится говорить «нет», он быстрее женится. Если женщина научится чаще говорить «да», то она быстрее выйдет замуж. Как хотите это воспринимайте. Недавно встречалась с одной женщиной, она очень интересная, такая очень взрослая. Что меня поразило? Она говорит, она не очень красивая, она достаточно взрослая. Она говорит, Андрей Андреевич, у меня никогда в моей жизни не было проблем с мужчинами. Я замужем была три раза, у меня всегда были мужчины, всегда моложе. Я нравлюсь и нравлюсь до сих пор, у меня никогда не бывает проблем с этим. Я хочу сказать, что это учение, которому вы учите, оно действительно справедливое. Я говорю, почему? Что вы используете? Какая особенность здесь? Она говорит, когда я была маленькая, то моя мама и ее, ее бабушка научила смотреть на мужчин и смотреть на людей с нежностью. Проявлять к ним внешне, ощущать, вернее, к ним нежность. Я стараюсь смотреть, когда я смотрю на чужого, своего или какого-либо мужчину, почувствовать нежность. Я это развела с самого детства, и это как раз вы говорите. Я часто говорю эти слова. Нежность порождает милость, если вы помните проявление нежности к божественному. Мы получаем милость Божью, проявляя милость или проявляя нежность к мужчинам, появляется благость со стороны мужчин и так далее. Поэтому я часто говорю, смотрите, вы в семье живете, проявляете гнев, это антипод нежности, то есть грубость. Проявляете грубость, получаете что? Получаете дульку. Проявляете нежность, получаете что? Благость или милость по-другому. То есть милость, и тогда человек хочет для вас что-то сделать и так далее. поэтому меньше грубости больше нежности почему я это сказал я видел в вере вот такую нежность она умеет быть нежной и поэтому у нее никогда не было проблем с мужчинами она прожила всегда с одним любимым влада здравствуйте андрей андреевич правда ли что сидеть на углу стола нельзя большое спасибо можно это ничего страшного говорят сидеть на углу стола без угла будешь наоборот все это ерунда дело в том что обряды действуют в тот момент когда можно напугать здесь нейролингвистически это выглядит так если человек испугался того что он сел на углу и никогда ему кто-то подтвердил то это в дальнейшем может создать условия в случае если он сидит на углу ему все равно и так бывает сижу и сижу то тогда не стоит и переживать вообще это все программируется через элемент страха есть страх есть паттерн паттерн цепляется с программой в дальнейшем следит за тем чтобы такого не произошло или наоборот чтобы такое было как убираются такие паттерны можно сказать да действительно я когда-то дала обещание это было и я себя за это прощаю после этого громко посмеяться ахахахаха все ерунда ахахаха или когда ты сидела за столом теперь не могу выйти замуж да действительно это было и я себя за это проще ахаха все все ерунда теперь меня это не беспокоит таким образом вот так нейролингвистически поставлено снимается при помощи нейролингвистических методов выявления и изменения приветствую из еревана мне 45 не могу найти принца все без коня придет он когда-нибудь да придет принц конем лариса лариса добрый день андрей андреевич осуществится ли наша мечта построим ли мы наш коттеджный городок нет не быстро будет все медленно идти но скорее всего со временем вы достигнете вас много раз меняются ваши задачи то одно то другое как-то из-за этого нет вот такой наполненности человек когда что-то делает он должен быть более сконцентрированным более нацеленным более таким жестким дело в том что для вас не должна быть задача построения городка основой вас должна быть основой заработать деньги но не на этом а где-то зарабатывайте для того чтобы строить где-то предприниматель для того чтобы отложить чтобы строить вот так сможете построить а если у нас нет денег на то чтобы построить это наша мечта ну тогда она будет очень долго вот как у меня у меня есть бизнес я из этого бизнеса беру деньги и умею там зарабатывать и что-то строю и у меня была мечта это построить то есть я мечту реализовал не так что я не было из чего строить и я хотел это а делал так что она у меня была и я находил возможности то есть я зарабатывал откладывал деньги когда они накопились я начал строить ну вот так постепенно добрый вечер учитель какой марки лучше мне покупать автомобиль спасибо самый лучший mercedes lexus audi mercedes лучше всех меня купите я сейчас продаю mercedes свой старый джиэл 2016 года могу продать бензиновый здравствуйте уважаемый скажите пожалуйста получится у меня выехать свой дом ученик второй ступени до наталья 51 скажите пожалуйста почему при общении с некоторыми людьми нападает зевота ответе у можно ли именно бога читать не утром и до какого времени вечером спасибо огромное нет нет их нужно читать утром их вечером вообще не нужно при заходе солнца вот тем вот те практики этой этого снг не читаются добрый вечер подскажите мой сын эмпат все люди эмпаты в каком направлении ему развиваться искать работу направлении моды будет получаться в направлении дизайна ваша усердная ученица маме помогает 10 лет не разрешаю работать хочу ее переезд поближе ко мне живу в гамбурге и хорошо будет в калининграде везите и в гамбург она рядом с вами начнет жить даже если она не хочет вы будете при этом счастливы я говорю это серьезно дело в том что есть тайны такие о которых люди даже не подозревают это тайны которые связаны как ни странно с материальным благополучием одна из самых интересных и значительных эзотерических тайн заключается в знании семьи что питает большое дерево большое дерево питает допустим допустим вот смотрите вся наша жизнь грубо в эзотерике есть такое понятие дерево то есть корни это родители наши дерево ствол это мы а листья на стволе это наши дети а уже плоды это уже наших детей дети и так далее так вот листья падая питают корни земля это мир в котором мы проживаем и так далее и вот здесь есть такая такой нюанс он как бы энергетический и выглядит он приблизительно таким образом вы мне можете не поверить но если вы услышите то что я скажу это может тотально изменить вашу судьбу очень часто люди жалуются на то что у них в жизни перепады материального благополучия часто так происходит что очень плохо получается зарабатывать и никто никогда не знает причины и как правило никто никогда не узнает почему эзотерику прячут от людей делают все для того чтобы эзотерика была недоступной для людей но многие люди которые занимаются эзотерикой знают эти принципы один из принцип звучит один из принципа звучит так обязательно выслушивайте если у вас семья и есть свекруха или теща то в тот момент когда вы без раздражения выслушиваете то что говорит свекруха или теща благополучно и с теплым сердцем к этому относясь не ругаетесь не скандалите не тираните такого человека и тепло к нему относитесь допустим я мужчина со мной живет теща я к ней отношусь так когда она говорит я замолкаю слушаю все что она скажет также прошу чтобы она рассказала какую-то историю также я хочу услышать ее выводы жизни и так далее не делаю ей замечания это все благословение корня и это приносит огромное материальное благополучие хотите верьте хотите нет как мужчины облажаются или то же самое должна делать женщина если со мной живет мама и моя жена начинает с ней терзать ее ругаться кричать ненавидеть не будет денег в семье а если даже если раздражает даже если бесит даже если поступать надо себя ради денег переубедить выслушать послушать обнять и самое лучшее и отдать я хочу вам сказать эта особенность вот таких семей где живут свекрухи и тещи эта особенность которая многими не воспринимается потому что обязательно начинают ругаться обязательно начинаете ранить это все рубит деньги но если привести себе свою маму и сделай так и сказать мужчине своему мужу допустим что относись к ней хорошо это увеличит деньги то будет много денег всегда почему это как поливать корни своего же дерева вы есть ствол у вас есть дерево в виде вашей мамы выслушиваете ее в виде вашей тещи выслушиваете ее виде вашей свекрухи выслушивайте обожайте и слушайте ее слова это ваша подливка для вашего растения это то что сделает вас богатыми хотите верьте хотите нет мне на самом деле все равно я так живу я знаю что если сделать тещи подарок если сделать тещи комплимент если обнять тещу если отдать и самое лучшее если создать для нее условия если дуть на нее то это все огромное материальное благополучие поэтому мне опять машин до самых лучших в мире и все получается татьяна амбросева добрый вечер скажите пожалуйста моя подруга с ребенком но пусть ваша подруга с ребенком не задаст этот вопрос но я-то причем слушайте уважаемая таня но я понимаю вы для себя спросили но подруга не ученица школы вы еще спрашивает ну что это такое ну ну как вам не стыдно дмитрий здрасте андрей андреев скажите пожалуйста у меня в этом году выехать свой дом ответе у делаю практики по продаже дома за за городом не получается пока скажите когда продам не идет у вас продажа дома почему-то вот не идет и все не идет представьте свой дом который не может продаться и возьмите его как как карту вот так дом сверху и здесь напишите на нем не может продаться и представьте будто под землей второй такой же дом и написано ничего не написано и возьмите вот так и на вдохе-выдохе переверните и здесь представьте будто у вас дом из земли вырос он такой блестящий красивый золотой и поставьте на него печать скоро продастся и запечатайте это все со словами омах умха хри омах умха хри используйте обязательно оплатите мне данный обряд если будете им пользоваться иначе работать нибудь андрей андреевич почему бывают такие моменты когда подумаешь о чем-то то вскоре получишь случается на фоне я всегда говорю и хотел еще раз для вас повторить это человек с человеком случается то что он чувствует все вот эти там думая об этом это произойдет говоришь там что хочешь это прозвать все ерунда все зависит от наших чувств когда человек на подъеме страха произносит что что-то должно случиться произойдет то есть если адреналин вам уколоть и сказать скоро у тебя будет проверка ждите скоро будет а если в момент там я не знаю эйфории радости сказать о скорая замуж выйду ра выйдите только это должно быть максимум таких ярких чувств накопленных радость радость мы получаем а потом должны серотонин или дофамин они должны увеличить концентрацию и человек скоро выйду замуж все скоро скоро разбогатеете на в момент максимального ощущения чувства вот так и происходит ляпните когда у вас максимально ненавидите и боитесь ляпните когда у вас максимально яркое чувство и это произойдет осуществим ли нашу мечту до ирина водопьянова добрый вечер вечера всем присутствующим здравствуйте рожденные 07 07 в этот праздник они особые спасибо за ответ нет не особые семерки обычно говорят об уме то есть много семерок очень умные если вы сегодня родились 07 07 то вам нужно изучать языки изучать точной науки быть преподавателями или еще кем-то чем больше семерок тем больше ума моей жены так много семерок очень умная такая умная вообще вам говорю смешно умная понимает все с полоборота как можно изучать языки за несколько недель вообще непонятно натуры of paradise скажите пожалуйста удается ли уехать из страны проживания с детьми или вслед за детьми когда-нибудь вам нужно сейчас не торопиться и не нужно сейчас спешить ждите уедете и вы и дети все хорошо а шуль сергеевна ашу сергеевна дорогая моя мне 45 ответил ранее ашу я вам ответил конечно будет принц конечно принц на белом коне это мужчина сидящий на белом унитазе в туалете заходите чем не принц карас и вы на чем цели на белем коне карас и вы какой ахаха вы что одни и те же вопросы пишите можно ли ответил ваша усердная ученица учитель маме помогаю что нужно делать с мамой везите ее максимально к себе домой будьте с мамой ариэль м здрасте а в можете сказать кто такие аутисты извлечима ли это аутисты это люди у которых есть разрыв между формированием формированием синаптической связи и этот разрыв происходит на фоне продолговатого мозга и больших полушарий некие разрывы которые у человека так происходит формирование синапса происходит это так продолговатый мозг и гипофиз и гипоталамус отвечает у человека за вся лимбическая система отвечает у человека за рефлексы то есть первородные рефлексы о которых говорил пирогов и сеченов и когда у человека появляется рефлекс то он обычно связан с появлением дендритно-аксонных элементов передач нервных импульсов они в свою очередь накапливая создают процесс появления синапса такой синапс это грубо информационный отдел в котором находится с конвертируем а я вся сконвертируем а я информация которая условно была основана на предварительном объединении дендритно-аксонной связи то есть связи получения и связи реакции в тот момент когда это происходит то формируется синапс у детей которые болеют аутическим спектром не происходит формирование синапса и многие синапсы они объивалентны то есть у них не происходит вывешивание никого синаптического ярлыка то есть у них до какого-то синапсы в свою очередь должны объединиться между собой то есть это называется у нас уже когнитивные способности то есть формируется идеи и выводы появляются ярлыки слов и так далее вот появление синапсов у таких детей есть а формирование между собой синаптических связей не происходит с чем это связано как правило это связано с нарушением и эти нарушения называются эти нарушения называются гемоэнцефалические и они обычно связаны с аммиаком есть такое правило называется аммиачная теория аутизма я ей я ее поддерживаю и чем лечится у в большинстве своем исследуя детей у которых есть детский аутизм можно выявить наличие в крови чрезвычайно большого количества аммония аммиака это происходит на фоне какой-то не очень правильной работы печени и это все можно устранять при помощи чего есть целый ряд идей и методов которые помогают устранять этот аммиак то есть это использование лакталуозы использование л-орнитина это аминокислота такая использование препаратов для улучшения или устранения но есть еще гипотеза это энтеротоксины то есть считается что какие-то виды энтеротоксинов находятся они провоцируют появлению там того то того то это приводит к миаку аммиак свою очередь там преодолевая гемоэнцефалический барьер или гепоэнцефалический барьер проникает в кору головного мозга нарушает а все также у таких детей очень часто видно нарушения аминомасляной кислоты и такая аминомасляная кислота у них немножечко в нижнем количестве чем должно быть поэтому дополнительно вводится аминомасляная кислота и есть еще нарушение нарушение функции нуклеоса комбинс это темное ядро прозрачной перегородки мозга который отвечает тоже за увеличение усвоения за увеличение усвоения окситоцина и считается что у таких детей есть недостаточное количество окситоцина которые тоже является уже как бы вторичным синдромом появления но наличие появления вернее аммиака в коре головного мозга это я как бы просто сказал вам просто можно ли это лечить да можно а вы не то спрашивает ну если бы я готовился специально также можно еще вспомнить почему это происходит ну там если вы знаете есть такая теория называется теория клеточного дыхания то есть когда в каждую клетку попадает глюкоза она преодолевает мембрану за счет клеточного дыхания которое связано с калево натриевым насосом туда попадает глюкоза глюкоза усваивается митохондриями после этого в процессе переваривания глюкозы должна превратиться перу ватки на за которая в свою очередь должна превратить превращает глюкозу в молочную кислоту и превращает глюкозу еще и в рома масляную пера ватт виноград перу ватт виноградную перу ватт и так далее это в свою очередь должно через мембрану выйти и это очень сложные процессы в каждой клетке человека на протяжении одной доли по-моему тысячной доли секунды происходит от 32 до 1 в 7 степени тысяч реакций поэтому можно сказать что одна и та же клетка при этом с одним и тем же ядром может выполнять от одной функции до сотни тысяч разных и это запрограммировано на фоне ядра программа такая считывается и рынка нуклеиновыми кислотами которые в свою очередь влияют на то чтобы определенным образом там влиять там ну и так далее и там целая целая система она такая сложная и в целом если рассматривать человека то это нереальный огромный могущественный глобальный концерт торжествующих клеток которые играют по каким-то принципам это реакторы в каждой клетке человеческого организма и так далее как бы человечество не развивалась человек с ноля никогда в жизни не сможет создать сам самостоятельно из подручных материалов человеческую клетку да он ее может вырастить при помощи генной инженерии но создать сам не сможет он никогда не создаст механизм такой крошечный который будет выглядеть как клетка из подручных материалов в котором будут работать также химические физические электрические системы которые работают в каждом человеке или в каждом животном или хотя бы в растении почему это божественный промысел почему так происходит и когда начинаешь в это вникать понимаешь всю величие и всю невероятность того мира в котором мы проживаем невероятную величие понимаешь что мы далеко не умные далеко не так далеко находимся от познания этого всего и на каждый открытый шаг или на каждое открытие появляется когда люди начинают думать и начинают что-то открывать они сталкиваются с тем что каждому открытию открывается новые стороны и появляется белые островки непознанного и таким образом открывая что-то одно мы получаем еще дополнительно миллион вопросов которые остаются без ответов открывая еще на какой-нибудь вопрос-ответ мы еще получаем миллион безответных вопросов и так до бесконечности человек это существо гениально непонятно и когда говорят я там разбираюсь медицине разбирая здоровье разбираюсь биохимия чем-то там разбираюсь нет это невозможно в математике легче разбираться дмитрий запустил новое направление в бизнесе получится получится зарабатывать хорошие деньги а хорошие нет лариса манова андрей андреевич как можно уменьшить отрицательное воздействие если я сплю на север головой положите где-то рядом с собой рапа на ракушку или какую-нибудь улитку и так далее если улитки в ногах будут лежать у вас худеть будете если в голове воздействие не будет еще есть такой вариант взять чашку обычную и перевернуть ее вверх тормашками и поставить рядом со своим столом мира андрей андреевич к чему при придя из океана домов домой а к чему придя из океана домой было в квартире сильное ощущение освещение белым светом цвета белого облака свет был что это значит если было ощущение белого этого было много белого то это может быть спазм сосудов у вас на фоне смены температуры то есть были на улице и было жарко домой пришли и зашли в очень холодное помещение это спазмировала сосуды когда спазм сосудов то спазм сосудов и сетчатки глаз и это может проявиться в виде такой все как молочное стало а также есть еще и за 3 ская когда появляется ощущение будто много молочного то вслед за молочным высшие силы проявляются это могло быть какое-то благословение то есть благословение на счастье на радость на любовь на удачу детей вас на здоровье и тогда и это могло быть просто работа с вами какого и какой-нибудь там энергией могли мантру почитать иван крозян добрый день чи скоро застрянут девчон для 7 так так вам ничего не заважали девчат так богатого я не знаю девчат так богатого с ними так можно спелкуваты ся зробить гарни фото зробить там богатые сайте там тендеры всякие знаемства и так далее знакомьтесь встречайтесь не бойтесь ходите на эти встречи это такая приятная жизнь вообще как я я когда был молодой все это пропустил почему-то учился то работал то еще что-то некогда мне было почему получил проклятие большого ума знаете учился 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 читал 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 бежал 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 ужас какой-то все никогда никогда а девчата улыбались целовались и так далее а мне некогда было все уже когда работа уже бизнес построил богатый уже стал автомобиль свой появился а все еще девушки там приду на меня работали девушки там в офисе работали в бизнесе работали и так далее приду моргают улыбаются чем не готовят а мне не интересно то что же такое почему сейчас бы я уже так не сделал а чтобы делал не знаю что-то бы делала мне недавно приснилось два сна а теперь я буду еще переводчиком снов я понял ну давайте попробуем в одном я увидела девочку с белыми волосами голубыми глазами во втором с каштановыми волосами зелеными глазами кто они как зовут что хотят не знаю не знаю но увидели девочек я каждый день во сне вижу девочек мальчиков вижу какие-то события что это обозначает ну ничего ж ничего ж известно то есть входные но увидели девочку с белыми глазами головы и что родиться может что-то глаз есть возможность сделать визу мне и детям в канаду стоит этим заниматься до подойдет для учебы до канада лучше всех добрый вечер андрей андрей сестра мужа согласилась наконец продать квартиру продам в этом году да спасибо вы лучше пожалуйста подскажите пожалуйста получится у меня продавать квартиру так что ж такое да получится у вас продавать живем в днепре стоит беспокоиться по поводу возможного взрыва на за с я уже говорил ранее хочу вам сказать что есть люди которые постоянно смотрят мой вебинар и этим людям вот так положили бумажечку и я написал на этой бумажечке подписался и там было какие-то пункты и один из этих пунктов звучал так ни в каком виде не предсказывать события и не говорить о них в своих своих семинарах и вот таких семинарах вебинарах которые я читаю каждую пятницу ну вот смотрите я могу намекнуть даже намекать можно смотрите плюс и минус так вот скорее всего минус живите ничего страшного вероника шинкаренко хочу вас поблагодарить за сердечный обряд жизнь изменилась муж как новый человек после многих лет захотел работать стал более добрым просто вал на как приятно на как приятно вероника так приятно после каждый раз после обряда думаю насколько это правильно было проводить этот обряд без подготовки людей и так далее это такая сложная операция знаете и она сложно должна изменять людей конечно обряд сердечный был очень очень серьезным ярким сложным у кого-то произошли изменения у кого-то нет но видите у вас произошли это очень приятно пусть так и будет людмила молодых можно уже общаться с сыном или пускай еще отдохнет пусть отдохнет еще добрый вечер андрей дать хочу поменять работу но не могу найти по душе отказывают работодатели последний момент значит вам не припекло вот когда припечет будете уже не по душе работать а как положено одна женщина когда-то мне написала вот ты здесь разводе всякие полемики здесь зарабатываешь деньги в ю тубе написал мне 10 разных сообщений и пишет а я не могу своих детей прокормить у меня пятеро детей я не могу их прокормить написала мне это сообщение в 10 часов утра 12 часов потом 4 часа дня и потом вечером в 11 часов вечера и на следующий день повторила я думаю слушай тебе слушайте вам нечем кормить детей и вы сидите целый день ю тубе если нечем кормить детей открываешь газету устраиваться на любую работу вообще на любую массаж не умеешь идешь делаешь там досмотр не умеешь идешь делаешь полы мыть строгать пилить обучайся с утра до ночи что-то делать для того чтобы что-то делать когда человек говорит мне по душе нужно вам по душе нужно или деньги нужны если вам деньги то тогда ищите и найдете быстро а если по душе ну слушайте а кто вы такой чтобы по душе работу искать с чего вдруг такие привилегии я вам хочу сказать для того чтобы работать по душе нужно работать только на себя в тот момент когда я начал работать на себя я начал работать по душе. Но у меня до этого были такие невозможности, а я работал. Когда-то после того, когда уезжал из Харькова, один год работал на человека, который занимался организацией сельского хозяйства в Украине, Константин Дмитриевич. И работал у него топ-менеджером в компании. У меня заработная плата на то время, это было приблизительно почти 20 лет назад, 19 лет назад. При средней заработной плате в Украине где-то 200-300 долларов мне платили 3,5 тысячи долларов в месяц. Высокая зарплата. Наверное, почему-то он мне эти деньги платил. И очень большой отбор был, больше тысячи человек. Из тысячи человек меня выбрали. Я проработал на него год. Очень тяжело расставались с ним, потому что я к нему привык, очень сработали с ним хорошо, получалось все делать, то, что он хотел. Я организовал вертикаль власти по его требованиям и так далее. И когда расходились, то он говорит, почему ты уходишь? Я ему тогда сказал эти слова. Я ухожу от вас, потому что вы меня научили работать на себя. Огромное вам за это спасибо. Теперь я понял, что я могу работать на себя, что я могу организовывать и что я этого хочу. Он сказал, да, я тебя с удовольствием отпускаю. Мы очень много лет с этим человеком дружили, к сожалению. Уже не общаемся по известным причинам. Он очень взрослый был. На то время было уже 87. Ну и сейчас, спустя 20 лет, понятно, что с ним. Ну и, конечно, я ему очень благодарен. Потом очень много лет он все время меня поздравил с днем рождения. Я его, и он мне все время говорил, ну как дела? Я говорю, трудности у меня. Он говорит, это хорошо, потому что трудности, они могут повлиять на одного, для того, чтобы человек сритировался, сосредоточился и побежал. А для другого это убийственно. Они его ломают, убивают, он снова спускается вниз, для того, чтобы отдыхать, ничего не делать и сетовать на свою плохую жизнь. Вот я в своей жизни могу сказать, что самая лучшая работа моя была. Когда я ушел от него, то, организовывая новый для себя бизнес, я зарабатывал в этом бизнесе сначала 200 долларов в месяц. Почему? Потому что мне приходилось платить в офисе, по-моему, 200 долларов за офис я платил. Я платил 400 долларов двум сотрудницам, которые у меня работали. И были деньги, которые мне нужно было вкладывать, и я не мог. И заработки, которые получались, они едва были для меня 200 долларов. Но это было мало, но мне очень все нравилось. Я жил на подсосе, и несколько месяцев это продолжалось. Потом по чуть-чуть, постепенно начали появляться знакомые, начал укореняться, начал коммуницировать, начал знакомиться. Слава богу, были уже какие-то знания, и были знакомства. Ну, в общем, вот так это все происходило. Стоит ли мне оставаться парикмахером? Да. Я знаю одного парикмахера. У меня была такая история, я ее быстро расскажу. Когда-то в свое время я ехал, у меня была квартира, вот так начнем. У меня была квартира, и в этой квартире была плитка. Один из моих друзей, который из Харькова попросился на работу ко мне, и говорит, его Дима зовут, и говорит, Андрей Андреевич, у вас ремонт, пустите меня, я сделаю вам плитку красиво. Там, знак благодарности из-за того, что мы вместе в Индию с ним ездили когда-то и так далее. Жена у него болела, я лечил эту жену, помогал ему деньгами, и мы были хорошие друзья. Он попросился у меня переночевать, увидел, что у меня ремонт, и говорит, а давай я тебе сделаю красиво плитку в ванной. Попросил меня три вида плитки с тремя разноцветными, с тремя оттенками от синего до голубого, не знаю, может больше, и однотонная. И я говорю, я такое не хочу. Он говорит, давай, я закончу, а потом посмотришь. Он эту плитку всю разрезал мелкими кусочками, и сделал мне такую плитку красивую на стене, что когда свет зажигался, то было видно красивый такой цветок. А когда свет выключался, то вместо цветка было вот как такие волны красивые. И с одной стороны оно более такое темное было, с другой более светлый, как-то так все было, и очень-очень красиво. Я настолько был вдохновлен. А потом, когда начал там жить, то отпало кусочек плитки, небольшой уголок. Я ему звоню и говорю, Дима, я хочу тебя попросить, чтобы ты приехал ко мне и отремонтировал. Он говорит, Андрей, я не смогу этого сделать, потому что у меня так много заказов, и я не успеваю сейчас работать с этими заказами, и у меня просто нереальное количество. Я смогу, это было там апрель месяц, я приеду в ноябре. Потом он приехал в ноябре и сделал. Я даже когда квартиру эту продавал, то... Когда продал эту квартиру, то человек говорит, я когда пришла, то первое, что сделала, влюбилась в вашу ванну. Кто делал вам вот эту плитку ванной? Это произведение искусства. Согласен. И это было для нее ключевым при продаже вот этой квартиры. Мне тоже нравилось. Так вот, еду я как-то в такси. Что я ехал на такси, не понимаю сейчас. Ну, ехал я в такси, а Соня повезла ребенка в школу, а я ехал на такси. У нас тогда был один автомобиль. Еду я на такси на работу, и таксист мне говорит, а вы знаете, я не могу найти работу. А кем ты работаешь? Я кладу плитку. Я говорю, да ты что? Да. Раньше была работа, сейчас не было. Я говорю, хорошо ложишь? Ну, вроде хорошо. Вот представляете, у одного, одного невозможно на работу было нанять, потому что у него было тысячи заказов, а у второго нет работы, он пошел таксистом, хотя он хороший плиточник. В чем между ними разница? Ну, вывод сделать несложно. Кто-то суперпрофессионал, а кто-то как попало. Поэтому и в нашей жизни, знаете, побеждает тот, кто читает. Подскажите, я одна поднимаю детей, работаю на двух работах официально. Началась проблема со здоровьем. Наладится у меня здоровье, материальное благополучие. Да, но нужно проходить первую ступень. Обязательно. Без этого не получится. И так и будете, знаете, работать, корячиться. Без эзотерики у человека ничего не получается. Будете все дальше и дальше болеть. Добрый день, Андрей. Добрый я. Подскажите, на что мне обратить свое внимание в моем характере или образе мысли, чтобы хорошо зарабатывать? Для того, чтобы хорошо зарабатывать, вам необходим мой семинар. Их два. Называется «Магия денег» и второй семинар «Доктрина бизнеса». А еще лучше первая ступень эзотеристской школы «Кайлас». Там так много всего. Что мне изменить для того, чтобы быть богатым? А если я скажу, что нужно изменять не одно качество характера, а все? Да, все. А какие это? Не те, которые у вас есть. Что вас отличает? Вас отличает от обычных. Вы ничем не отличаетесь от обычного человека. А обычные люди что хотят? Они хотят что? Что хочет обычный человек? Обычный человек, он хочет зарабатывать. Обычный человек хочет быть богатым. Обычный человек ничего не хочет делать. Обычный человек живет такой жизнью. Поспать, поесть с кем-то, переспать, выпить на субботу-воскресенье. И все. И сетовать на жизнь. Сидеть в телефоне и так далее. Но есть тайны, и они эзотерические. Можно ли их научить? Можно ли им научиться? Бесплатная первая ступень, она выложена сейчас в ютубе. Вот у вас есть завтра время. С утра начните, до вечера пройдите. Вот там, где о деньгах рассказываю, все для себя запишите. Применяйте. Все, через 6 месяцев можете уже писать спасибо. Правда? Александра Трифон. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за всю информацию, которую вы даете. Как эзотерический возможно? Эзотерический нет. У вас не получится, у вас нет этой энергии. Возьмите обычный бишофит, такой продается, и мокрую тряпку. Намочите мокрую тряпку в солевой раствор воды, так, чтобы сильно мокрая была. Наложите слоем порошок бишофита, обмотайте мокрой солевой тряпкой и сверху теплым полотенцем. Делайте это и держите 1 час. После этого делайте это 7 дней, потом 3-4 дня перерыв, еще 7 дней. И боль из кистей исчезнет. Ирина, здравствуйте, пожалуйста. Что у меня с работой? Медик, не медик, а медицинский работник. Из медицины. Понятно. Выжили сейчас, работаю техничкой, что мне делать? Вам не нужно цепляться за то место, где вы работаете. Вас оно притягивает. Найдите специальность. Сейчас очень много есть коммерческих клиник, коммерческих поликлиник в других городах, за границей. Медицинский работник это тот, кто может досматривать за престарелыми и так далее. Вам необходимо просто поискать. Вы не хотите и не умеете или не умеете поискать. Обратитесь в специальную службу, которая job.ua или job.com, которая располагает вакансии, показывает работодателям. И вы сможете получить работу. Напишите ваше резюме, еще лучше сделайте это из GPT-чата или в GPT-чате. Напишите эмоционально, написать резюме медицинского работника с опытом работы и так далее. И напишите ваш опыт работы и так далее. И после этого подайте туда и ставьте сразу же высокую заработную плату. 100% быстро вас куда-то возьмут. Никогда не говорите, что вы техничкой работали. Так, ну что, будем заканчивать. Снежана, получится в этом году купить квартиру в Дубае? Нет. Я работаю медсестрой, ответил. Стоит? А, нет, не ответил. Стоит ли мне учиться 3 года на УЗИ? Да, получится 100%. Будете хорошо потом зарабатывать. Прям хорошо-хорошо. УЗИ это так несложно, но так востребовано. Так востребовано. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ученик двух ступеней. Когда получится мне с мамой купить дом в городе? Аж через 4-5 лет. Поэтому не ориентируйтесь прямо на завтра. Аж через 4-5 лет. Аж через 4-5 лет. РАД порой. И не изменя activating. Аж через 5. Аж через 6-8 лет. Аж через 5-9. Это ночные. Оргала. Аж через 6-8. где мне лучше строить свой бизнес в украине или в италии в украине лучше работаю косметологом в украине получится миленькие вы не поняли чуть сначала калининград потом можно в гамбург да можно так и делаете сначала калининград потом в гамбург я понимаю что она имеет проблемы в том что вы дождетесь того момента когда вы не сможете увидеть свою маму как я знал что не сможет она выехать из крыма и когда она сюда приехала то она когда уезжала ее за руку держал свою маму любимую говорил мама ты сейчас уедешь и мы с тобой три года не сможем общаться вообще не сможем она говорит не придумывая андрюша я буду жить дома и вот все мои близкие они были в шоке от того моего состояния у меня руки дрожали я рыдал перед ней говорю мама ты уезжаешь сейчас я тебя несколько лет не увижу не подержу тебя за ручки не буду за тобой ухаживать и не смогу быть вместе нам не хочется я скучаю и вот так и произошло знаете у вас тоже самое дело в том что скорее всего на много лет закроются границы которые связывают сейчас россию с европейскими странами и в дальнейшем не дадут возможности выезда никому из жителей россии на территорию европейских стран это будет длиться много лет поэтому есть возможность сейчас всеми правдами и неправдами вывозите куда угодно пусть турцию едет из турции пусть едет куда-то в черногорию из черногории пусть едет на автобусах добирается там куда-то и поселяйте легально нелегально там как хотите на беженца потом после того когда запретят не знаю в общем всеми путями делайте так ну если дорожите и вам это нужно если она будет жить в калининграде и вы дождетесь момента когда запретят а это скоро может произойти то могут быть у вас с этим проблем есть второй вариант привести ее в беларуси сделать документы беларуси третий вариант может сделать ее там если это возможно жительницы румынии там как-то получить документы не знаю пробуйте я ничего не могу вам подсказать по эзотерике обручальные кольца надо одинаковые покупатели можно разные я вам хочу посоветовать вот что купите обручальные кольца свадьбу с ними отпразднуйте потом снимите эти обручальные кольца свяжите их разноцветными ниточками положите в коробочку и никогда не одевайте а себе вместо обручальных колец оденьте уже красивые обручальные кольца которые будут элементом вашей верности друг другу вы подарите ему а он пусть подарит вам только такие красивые дорогие обручальные это тайные кольца это тайны вы их никогда никому не отдадите не дадите посмотреть не и там не потеряете они пусть хранятся у вас где-то в коробочке я с теми обручальными кольцами с которыми женился на своей соне я их после свадьбы снял связал и спрятал и все вот таким образом это происходит андрей занимаюсь на первой ступени сложно перестраивать сознание где мне лучше жить в украине или рядом с дочерью в канаде лучше рядом с дочерью в канаде как помочь дочери быстро разговор разговорчивее и социально окситоцин можно использовать также нужно воспитывать детей в семье прямо сидится разговор не переживайте я не вижу у нее проблем таких она будет разговорчивее все остальное это просто такой период период стиснения период период формирования эмоционального психоэмоционального формирования нужно больше разговаривать нужно больше с ней выходить пусть не боится как бы убеждайте ее этому воспитывайте поддерживать ее максимально не заклёвывайте не тираньте любите-проявляйте нежность и она сможет растать от тепла любое сердце особенно ледяное раз плавляется и все будет хорошо раз типа и типа пауки появились что с азотерической точки зрения это хорошо когда пауки появляются в доме это хорошо паша пауки оберегают очаг в случае если много пыли по углам образуется и это пыли завихрение такое имеет это плохо это говорит о том что у вас духе беснуется и танцуют где-то и вам необходимо от них избавляться каким образом берете серебряные монеты кладете в туалет где-нибудь на подоконнике как можно больше в разных углах квартиры такие серебряные монеты они устранят влияние духов и так огромное вам спасибо смотрите здесь указан мой сайт duiko.guro на моем сайте вы сможете получить огромное количество информации которая связана с эзотерикой и те вопросы которые вы задаете выйти замуж продаж продать дом как продать дом заходите на сайт и пишите как продать дом и там много статей на все ваши вот эти вопросы которые вы задаете на них уже давно дан ответ огромное количество эзотерической литературы огромное количество моих статей персональных огромное количество моих эзотерических семинаров сексуальная магия магия-денек сексуальная магия-денек дальше помните apple pen pen apple pen apple pen pen apple pen то есть также здесь сексуальная магия магия денег сексуальная магия денег и куча еще всевозможных семинаров доктрина бизнеса привлечения фортуны исполнения желаний это название семинаров всевозможные саманы йоги как you всевозможные семинары которые связаны с обрядовой магии деревенская магия магия древней индии христианская магия далее магия древнего египта тибетская магия семинары по целительству обучающие семинары целителей семинары связанные с магией обретение магические силы работа с при помощи обрядов двухдневный семинар мастер-класс или трехдневное обучение обрядовой магии как проводить обряды всевозможные семинары по гаданию гадания на кубиках дуйко гадания рунами дуйко использование слогов определенных магических коды и так далее огромное огромное мега огромное количество информации как бесплатно так и в платном доступе переходите развивайтесь и становитесь совершенно другими людьми эзотерика управляет миром так уж принято и ничего с этим сделать нельзя и хотел бы это все закончить своими словами эзотерика это элитарный статус и доступ к ресурсам почему эзотерика охватывающие различные духовные метафизические практики которые исследуют необычные аспекты человеческой природы и реальности однако в современном обществе похоже что эзотерические практики исключительно привлекают внимание власть имущих людей в то время как они ограничены для обычных граждан и именно поэтому очень часто вот эти программы когда говорят да эзотерика это все фуфло эзотерика это все туфта послушайте каждый человек который в политике находится у каждого человека есть либо эзотерическое общество отдельной эзотерики или кто-либо кто там по космосу обязательно помогающие этим людям а иногда целые целые как их называют целые армии целые армии шаманов там йогов каких-то и так далее которые постоянно работают которые постоянно заминают занимаются и тогда в этом всем есть ресурсы и в этом всем есть социальная лестница то есть есть такие которые поднялись и которые могут там предсказывать и показывать и там делать и так далее сейчас кстати это очень широко используется и я из-за этого занимаюсь этим более уже двадцати пяти лет практически всю свою жизнь могу сказать что эзотерика управляет миром почему потому что эзотерикой пользуются власть имущие и только потому что они пользуются эзотерика не власть имущие обычные люди и власть имущие специально создают такие условия при котором говорят да эзотерика это плохо эзотерика это не нужно эзотерика это чепуха и за а теперь выбор за вами вы хотите быть власть имущими или не хотите ну и кто-то скажет да быть богатым зачем это нужно согласен не будьте быть здоровым это главное там согласен а как насчет того чтобы быть и добрым и везучим и здоровым и счастливым и семейным и с имуществом и с бизнесом и так далее и уметь управлять еще счастьем своей жизни скажите это разве плохо но нет ну вот чему я обучаю я обучаю возможностям людей становиться таким как я счастливым здоровым человеком одно из преимуществ обучения в нашей школе это управление механизмами через философию а также технические приемы которым я обучаю в нашей школе и этому нужно обучаться постепенно приходите в мою школу обучайтесь и становитесь счастливыми яркими и успешными людьми тире элитой властью управляющими этого мира еще раз спасибо до свидания